добрый вечер смотрю ваш свитшот проверяем как у вас что сделано на первый взгляд все отлично сейчас проверим тени заливочки то что меня больше всего интересует и соответственно как у вас создана кисть и после этого я вам покажу ответ на вопрос то что у меня спрашивали как работать со слоями под слоями и объектами так кисточку я вижу здесь момент вы решили залить или оставить без заливки обычно технологически тесенка крепится сверху и закрывает соответственно от строчку которая там оверлочная идет но это чисто технологический момент который нужно учитывать то есть она не будет такая же полосатой как правило это текстильная бейка так здесь у вас декоративная строчка тени хорошо бегли хорошо что они полупрозрачные все прекрасно по форме тоже хорошо спиночка тоже легла так ну молодцы отличная работа мне нравится как все выглядит и все залито все правильно сейчас еще раз приблизим заливочку так заливка ровная красивая вот она вот здесь есть изумительно так так теперь смотрим слои смотрите вы мне задавали вопрос то что вы работали до этого в coral draw и там можно отдельно каждый что-то выбирать у вас есть основные слои на котором расположены объекты вот они слои вы их видите панель слои она находится справа если вдруг вы ее потеряли окно и посмотрите чтобы галочка слоя стояла на панели слои открывается смотрите так и каждый слой он имеет под собой как бы разборочку можно посмотреть из каких элементов он состоит смотрите у вас здесь есть группа вот чтобы посмотреть что внутри группы вы должны либо сделать двойной клик по изделию и тогда вы входите внутрь группы это называется режим изоляции то есть вы изолировали какой-то объект все остальные объекты работать уже не будут и вы будете общаться только с этим объектом и у вас получит появляется возможность посмотреть его внутри и вот они все ваши контуры то есть если вы вот здесь будете выбирать вот посмотрите у вас выбралась отдельно бейка отдельно выбрался манжет отдельно выбралась тень то есть вы можете каждый конкретный элемент таким способом выбрать вот они у вас манжеты с заливками единственное что они у вас создавались как контуры и программа автоматически задает им имя как контур но вы можете что сделать сделать двойной клик написать от строчка по бейке горловины и тогда вы точно будете знать а что же это такое я своей практике такое не использую потому что если каждый раз писать на каждом элементе что это очень долго но если вам так удобнее и вы понимаете что вам нужно как-то посмотреть поискать что там располагается вот заходите это если вы делаете в режиме изолирования еще раз покажу как я в него вошла смотреть берете объект он у вас сгруппированный вот она группа в принципе вы можете открыть посмотреть что там внутри но он не очень корректно отражается вы делаете выбираете и делаете двойной клик мышкой у вас все остальное стало более серым объект стал активным и уже вот здесь появляется стрелочка вы можете его разгруппировать смотрите у вас здесь еще одна группа то есть в группе группа вот ее уже разгруппировать надо и вы увидите все объекты то что внутри группы тоже можно открыть и посмотреть вниз то есть как бы такая многослойная вещь но группа она в слоях схлопывается еще один такой момент смотрите двойной клик позволяет выйти из режима изолирования тоже вот сейчас покажу вот у вас три объекта да еще какой-то контур я не знаю что это вон там какая-то ерунда выскочила которая не нужна соответственно у вас есть слой на слой находятся две группы фронтальный вид и вице спинки вы можете выбрать спинку если я сейчас например нажму разгруппировать вот у меня вылез еще какой-то контур там непонятно что то за контур это вот мусор мусор надо этот удалять он вам не нужен видите какие-то точки вот старайтесь чтобы они не оставались то есть чтобы было чисто и еще раз давайте я разгруппирую вот она получилась разгруппировку то есть все объекты из которых состоит данная группа они вывалились при том если у вас внутри этой группы есть еще группы они вам тоже отразятся и соответственно вы можете их свободно выделять и работать непосредственно с тем объектом который вам нужен объектом контуром каким каким-то элементом но соответственно он у меня теперь разгруппировался и в данном слое я вижу группу которая у меня имеется фронтальный вид и куча куча элементов из которых состоит спинка вон они отражены также можете сгруппировать хлоп элементы схлопнулись если вы не хотите разгруппировать потом сгруппировать то выходите в режим изоляции открываете группу здесь не требуется разгруппировка и в ней работаете два метода и тот и другой рабочий вы можете выбрать то что нужно единственный минус того что вы сделали в эскизе у вас остались какие-то вот непонятные точки контуры которые не имеют никакого значения так называемым мусор с мусором будьте аккуратны он засоряет файл потом вы начинаете что-то сгруппировать перегруппировать ну в общем то они она мешает то есть вы сгруппировали вот с этим мусором свой красивый эскиз и вот эти две точки они вам ни зачем не нужны просто вот они вам мешаются вот это будьте внимательны все остальное вы сделали правильно я надеюсь то что после моего объяснения вы сможете использовать любой из методов как работать с элементами внутри слоев то есть слой это не значит что вот только он и все то есть вы можете выходить в режим изоляции внутри группы работать можете разгруппировать и уже оттуда вытаскивать любые элементы которые вам нужны либо можете просто их выделять таким образом обстоят дела если вас остались еще вопросы пожалуйста задавайте я на них отвечу а на сегодня все отличная работа поддержать пока пока